сегодня 27 декабря уже получается днем позже ролики выкладываю два чудо сидя черный чубат и и чернохвостый по старику это правда получается белая голубку нету это бешеные голубки это все трое они вчера так и остались ночевать и не спустились у нас еще творится влажность воздуха волгограде влажность воздуха в волгограде составляет сейчас 89 процентов 89 влажность 41 осадка 7 метров в секунду минус один то есть как бы опять погода нелетная сейчас я этих загоню других выпущу решил продолжить ролик потерпеть это что что так видите это вот раночка мои чудик моего чудика все уже затягивается так значит 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 на что наверно постепенно сначала расскажу о них тут хорошие сидят три бабки гид на скамейке и рассказывать про своих двоих внуки наркомана отруйте в токсикоман вот одна папка это у меня внук вырастет горит доктора будет чего ты так решила довольно это каждый божий день горит у кого оставить даже себя оставить вену ставить любит он обязательно доктором станет а мне будет агрономом будет говорить на балконе так выращивает растений так ухаживает так ухаживает за ними так что без обязательно будет агронома у любого горит к растениям литика там няготь шофером будет будет водитель аж чего ведь и так решила да вот он горит намочит горит торяпку бензина положит себя на лоб говорит через несколько минут все ведь бабка я выезжаю это как бы вот действие нужно все помним там это значит ну когда играли в футбол ребята которые играли в футбол в армении на не как бы себя называли агрессианами что я нам вагандеся нам ну кто на ворота вставил однозначно это был его в яшином там либо пиле либо горинчо в грузии там кипяне дороселе то есть на каждом месте как бы у нас были кумиры ну сами понимаете не все из этих ребят потом как бы стали даже футболисты то есть мы всегда у нас как бы было такой достаревление кому-то то есть мы всегда как бы стремились к чему-то кто-то добивался к чему-то ну естественно для того чтобы стать хорошим футболистом этих тренировок очень мало надо было еще как бы талант внутренний ну вот как и врач да допустим врачами принципе рождаются у него этот талант должен быть внутри тоже самое там и военные и бойцами и теми другими в общем то есть талант внутри и плюс это стремление к этой цели то есть вот тогда у вас получается результат то же самое вот голубевосы голубевосы занимаются любители редко кто из них становится профессионалом чтобы он все понимал да ему это как бы не надо он любит эту птичку птичка летает радует ему этого ему достаточно есть люди которые как бы этим занимается честно говоря я трудно представляю себя называть этим любителем ну на любителя далеко не похож то есть как бы вот такая тема получается ну тема это будет вот такой да такой тема на размышления наших голубятников то есть будем размышлять и я как бы начну по порядку попробуй свои мастер передать о чем я хочу буквально вчера с другом разговаривал по телефонный сачах он старше меня тоже голубятник артур в общем разговаривали про эту голубку вот этот который разорван и голубка у нее на ногах находится значит белое и красное кольцо белое это по отцу красный по матери это мне по черным линиям у меня по черным линиям были красное кольцо белое кольцо желтое кольцо и зеленое кольцо все эти цвета сейчас до сих пор присутствуют вот этой голубки больше десяти лет мне вчера арту просто спрашивает а по ним у тебя какие дети я бы знаешь артуру мне по ним детей нету как бы я себя ничего не оставил он ведь как атаки голубок значит двое постарше вот одна тоже вот красно-белое кольцо это белое с красным кольцо на ногах вторая тоже сидит по ним же ну ребятам пораздавал значит от этой колубки по материнской линии есть у моего это да вот этот тоже один из моих любимчиков голубей он тоже победе белый на синим белый кольцо значит вот у него там по моим прабабушка была по этим же черным линиям просто смешанный кровь почему я вот эту тему рассказываю то же самое он черный чубатый голубь у меня по ним нету детей вот на белой головкой который еще нет нет это который я называю бессмертной головкой по ему мне вот сейчас вот этот хотя она была в паре у меня стариком вот вот дочка одна это от старика моего и от этого то есть по этой головки мне тоже детей как бы нету я себя ничего не оставил то есть все что было отдал да там даже когда вот с димой сестра были познакомился он это да там я под этот отдал ему сестру вот это белый чубатый голубку короче всем допустим вот по этой голубки когда она была паре здесь у меня сидел буро хвостый голубь с ним это я эту в этого голубенка оставил после того как отца не стало то есть получается по голубке у меня ни одного птица как бы не было и не было бы если в этот старичок был бы на месте значит а вот по старику него раньше была другая голубка белая голубка я как-то рассказывал она голубят не себя крыло сломала вот по той линии у меня несколько вот там сидит сыне значит идет вот тут внук тоже вот здесь внук шейка сидит то есть по этой линии мне побольше голубя то есть несколько вот идут да там вот это чубатенькая тоже по той же линии идет по старику вот по той голубке значит от кофейного голубя вот этот голубь я его взял обратно когда родители не стало его но родители не копчик забрала родители друзья помогли своими подарками то что подарили голубей мне старая птица пошла по одному месту то есть их копчик ничего не взял то есть я всегда говорил я держал мало где-то около 30 штук до 30-35 вот это количество которые там в армении вообще там 5 10 15 штук больше я не держал голубей чем суть маленьком количестве но поскольку мы не мы любители голубей данная тоже как бы перечислить себя состав любителей нам эта птица нужна для чего не для количества нужно для качества то есть мы голубей должны держать для качества для полета в небе и когда голуби жесткие хорошие но они не пропадают каждый божий день копчики не берет даже вот последних моих роликах я как бы показывал да там даже считал на этот за столько лет сколько у меня из старых голубей которые старше пяти там лет в общем сколько копчик взял сколько там кошка сколько сова сколько пропали там это да то есть ну вы поняли что от копчик у меня практически потерь никаких теперь второй вопрос а реально ли уходит копчик это да голубь откроет от хищников от сапсана значит приведу такой пример в общем приведу такой пример значит середине прошлого века где-то 50-х годов был такой французский врач путешественник биолог аллен бомбар значит француз по национальности ну если вы помните мне младшего сына тоже алленом называют вот этот человек в 1 на резиновой лодке переплыл атлантический океан без всякого он собой не взял ни еду ни воды там ничего то есть что он хотел этим доказывать людей он хотел доказывать одно что во время кораблекрушения люди у нас умирают вовсе не из-за того что не могут в воде выжить а умирает из-за паники паникуют и это да и за счет этого то есть человек переплыл атлантический океан там чуть больше двух месяцев по моему он переплыл и шторм и там да рассказывал тоже вот этот но в интернете можете покопаться найти человека по моему настолько я помню бомбары но имя он это точно почитать про этого человека по моему около четырех с половиной тысяч километров он переплыл на этому на резиновом лодке и при рассказах когда генакула где-то не очень трусливые рыбы им стоит горит это веслом горит по моему это по носу в область носа бить они уходят то есть такой интересный был человек то есть тем самым этот человек доказал что даже при таких этих да кажется там безысходных ситуациях человек может выжить то же самое по голубям вот у нас вот у всех голубятников стоит живет три проблемы первая проблема значит это это да здоровый что голуби были здоровыми значит вторая проблема это хищники то есть что голубь мог уйти от хищников и не пропадать то есть не только хищника да и туман и ветер и снегопад и то и другое то есть это да это окружающая среда и третье проблема никто же ведь не будет спорить что от хороших голубей то проблематично получить птенцов любого старого голубя тебя спросите все на один голос вам скажут чтобы от хороших голубей очень трудно получить это да вывод выводов получить когда голубь постоянно в небе постоянно на воле с ним и практически годами невозможно получить это да ну если вы мои первые ролики тоже посмотрите то ведь я тоже рассказывал про моего старичка что вот он взял 9 гнезд но тогда вы помните в старых роликах у меня вот этот гнездо стояла вот здесь тут у меня стоял другой там на 16 гнезд был другой сейчас вот вот это и это это новое гнездо значит вот он 3 и 3 то есть все эти 9 гнезда были его на ни с кем он не порывался этот голубь там но около 10 лет его не мог поровать после этого я его споровался это сам он споровался с поломанным крылом голубкой и начал и оптенцов взять а потом получилось так что почти десять лет я с него ничего не мог получить ну конечно в итоге я с него было такое что по 6 по 7 по 8 выводов за год получил как это так получается это же из области фантастики то же самое вот пёра и шейка от этого голубя три года вообще ничего не мог получить вместе с той голубкой а потом начали штамповать то есть ну посмотри вот мои ролики уже сколько год и восемь месяцев то есть 20 месяцев подряд каждый божий день я показываю состояние моих голубей в общем показываю что птица всегда в небе то есть в общем и вот видите птицы в гнезде яйца возле него птицы в гнезде яйца опять под ними да то есть вот такого типа вот мне постоянно сейчас получается но это как бы странно получается как можно вот так то пикола влетал и выживал да еще и платился друзья мои но в моих советах моих советов на все эти результаты на все эти вопросы ответы на все эти вопросы есть остается что делать вам остается просто вот как вот он доказал что в одного можно выживать не бояться даже на резиновом лодке да и я доказал 7 что все это возможно все вот это возможно это не из области фантастики это не рассказы это вот реальность до всех пор очень многие ребята как бы это да то то там думали я продажу как бы себя обеспечивают то там блогером стал тут-то тут-то в общем ну конечно в итоге многие-то поняли что у меня цель-то совершенно другое цель у меня тоже просто я хочу как бы до людей донести мои результаты которых я добивался эти результаты реальные вот реальную то есть вот все это помогает что это действует надо быть просто глупцом что после этого как бы и заниматься да вот этими вещами то есть еще раз повторяю первый это здоровый голубей я доказал всем что без всяких проявивок без всяких антибиотиков тех пятых десятых голуби лучше себя чувствует пусть любая голубят не в любой точке мира покажет такое же состояние полный голубят не ни одного двух трех голубей там или десяток да а что состояние всей голубят не было вот такой же бодрый здоровый как у меня хотя бы месяц я 20 месяцев подряд показывал и еще буду показывать можем то есть пусть кто-нибудь во всем мире я вот один и пусть во всем мире кто-нибудь этого покажет никто вам этого не покажет то есть там пусть прививки супер прививки делаю да пусть также покажу что птица летает птица бодрая она плодится так вы не увидите этого но все это друзья мои это реально это не фантазия это не шулерство это не то хотя мне там и шулером называли как можно такую погоду бы просто детям надо заниматься 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 еще раз заниматься теперь в общем да по по выбору голубей да вот я вот как-то говорил там есть любители есть любители в общем а есть люди которые более-менее профессионально занимаются вот девяносто девять процентов наших голубятников вот если мы будем показывать вот такого голубенка за вот видите шея или такого там вот там чап красивый вот такого будем показывать и будем показывать вот такого да там у нас народ выбери обязательно вот этих красивых но просто сейчас я потяну это тоже бодрый песку на я потяну камеру лучше посмотрите состояние стойка голубя вот у этого смотрите и у этого смотрите эти какая дикая стойка стоит текать но это не дикой птицы то есть стойка настолько мощная вот песку нарастет видите стойка настолько это пищалка это тот который вчера вот на этот на крестовину полез вот этот из этой же серии настолько вот он мощно стоит это пищалка по носу видно натянутость тела то есть такого до спортивного тела осложнения то есть хотя допустим я не могу и про этих сказать что они плохие тоже тело натянутое у этого-то круче вот этот пескуненок который мне нравится вот он вот этот который выскакивает там это даст красным кольцом видите мелочь смотрите какая стойка воде как у ястреба как у голуба как у ястреба вот такие белочки как иметь да как вот хороший тренер когда приводить его мальчишку ребенка да то есть вот там тоже черный песком такой же дикарь будет даже жесткость такого же типа это пищалки которые еще не летали там есть белый вот он тоже летать не умеет как взрослый гулу по носу видно что у него мозг нос молочный клюв молочный у него вот смотрите стойку этого как он стоит ну все вот это вот надо увидеть то есть по выбору если мы хотим жесткость хотим то другое понимаете в небе я очень часто с ребятами когда разговаривал там но многие как бы говорят у тебя масте масть для меня другие масти существуют для меня существует природный масть то есть то что ближе к природе вот вот для меня вот этот голубенок он сто раз ценнее чего-то чернохостощее потому что знаю что конечно в результате в небо это будет круче и тот будет неплохой плохих нету и этот будет неплохой но этот будет лучше то есть вот как у нас возьмем мария шарапова красавица и возьмем сирена улиц да там вот смотри даже ну того удар смертельный даже по ракетке это да по мячу когда бьет там 200 километров в час скорости летит мяч от его ракетки дело не в красоте идет дело идет совершенно в другом дело идет тоже вот видите песку кормить родители это все пищалки которые еще летать не умеют но обратите внимание стойка его это как взрослый голубь как мужичок уже а это пищалка вот по размерам практически как бухарский барабанщик настолько вот он крупный огромный голубь там вот сидит они огромные реально огромные голуби вот этот голубенок от кофейного голубя вот он там сидит отец его и во первых его руках не и в руках не удержишь там столько грунта мышцы у него и огромные они массивные здоровые от комплекте тоже зависит это да здоровья голубей видного здоровый и просто вот я говорю вот внимательно обратите внимание и очень много станет ясно почему так почему такие результаты то есть результаты как бы не с неба падают но тоже пищалка видите вот это огромный голуби высокие выше на ногах стойка вот он как стоят я как бы не любитель показывать голубей ну пусть этот ролик будет вот так вот сыпается нету ничего на тоже то есть птица совершенно другая она абсолютно здоровая даже вот по этим да по последним роликами я показывал обработал голову это да там от пероедов от этих от глистов ни у кого ничего как бы нету это помогает конечно все это помогает то есть когда голубь бодрый здоровый в общем все это конечно очень сильно помогает и для это да для потомство и для лета и для мозгов и для физику здоровый человек он бодрый человек он энергичный человек подболевший человек он вялый даже пусть он будет сильно но вялый то есть тут как помешает все вот это поэтому дорогие мои стремиться надо вот к этим вещам то есть не количество нам надо стремиться а стремиться надо нам качеству пусть будет пять штук но это будет хорошая птица вот дверь открыли они ушли вы начали кайфовать пусть будет там три штуки но это не надо 500 не надо тариста не надо тысячу запоминайте это есть бизнесмены а из голубятники то есть моя тема конечно бизнесмена не помогает это да не касается это у них свои таракана в голове кроме чем вреда принести голубя голубеводство голубям они ничего хорошего не могут делать то есть только вред и вред и вред и бизнес бабки все больше ничего друг друга грыз там скандалит ругаться и есть голубятники любители голубей которым эта птица нравится птица нравится естественно в небе должен небесели показать и когда вы этих голубей поднимаете я очень часто я говорю да как бы на остановился на этой теме с ребятами по по масти то другое я к суши давай я подниму сейчас голубей через десять минут ты мне просто скажешь какого это цвета голуби белые или черные не надо про хвост и про шейки про это то другое да там ты просто скажи птица белая или черная невозможно сказать но это что я не вижу как у меня покойный отец говорил вся птица дикая птица небе моя только не яиц не вижу не мясо не пирал то есть зачем нет то то что я не вижу то есть если я в точке не вижу летит щейка или чернохвост или краснохвост или там желтохвост и никакая разница какого цвета зато я как вижу эти голуби тянут долбит уходит вот от этого мне больше нравится и поэтому у нас есть такие до категории голубятника есть декоративщики которые вот стремится к этому на там декорации к цветам а изгонять щеки то есть им нравится качество в небе не на земле а в небе то есть как есть коллекционеры которые собирают хорошие красивые машины да а из гайд гонщики которые на этих машинах такие чудеса вытворяют что там просто дыхание останавливается и момент гона когда вот мы все говорим вот это да копчик 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 дорогие мои три секунды атаки копчика минута атаки копчика для меня это равномерно 10 часов полета и боя голубей ты такой адреналин получаешь во время этой атаки вот миша то выложил одноклассника когда рысь гоняется за зайца вот так его не мог поймать там такие кадры сняты аж дух завораживает а представьте что уходит не это да не не косой от этого от рысы а уходит в ваш голубь от такого свирепого хищника как сапса антипериатник это ерунда это не помеха то есть вот так это да такого типа и к этому надо стремиться дорогие мои стремиться стремиться и еще раз стремиться да я еще раз повторяю все три проблемы которые казались для наших голубят ников невозможными на все эти три проблемы я дал вам всем от это то есть вам надо просто заниматься просто надо заниматься перелистать все эти ролики находить оттуда что вам надо и заниматься все эти прикорки все вот эти минерал все эти тренировки они приносят результаты такие какие у меня кому-то нравится в общем да для кого-то я стал кумирами ли птица моя стала для них это да там любимца вот очень многие ребята имеют свои голубей смотрят мои ролики да есть там десяток балбесов которые пытаются там хаить высказывает наш но это голубеводцы никакого отношения не имеет реально возьмем ребята они просто в восторге мы больше твоих роликов смотрим чем моих тип потому что ребята стремятся хотят чтобы у них тоже самое получилось те же самые прикорки делают те же самообработка корма то пятое-десятое вот последнее время у нас волгограде несколько человек там в 1 закрутили привитые у второго закрутили привитые короче взяли корм на экспертизу три вида грибков нашли корме он когда мне звонил там тоже человек и валит нас и вертяжка и сальма я года понимаешь одновременно болезни не бывает там если ты со стороны ничего не принес это у тебя корм однозначно начали обследовать ну реально корм то есть проблема с кормом я уже объясню что надо делать с кормом плюс минералки плюс витамина плюс все вот эти прикорки трава растений настойки там отвара все все вот это надо голубям дать то есть со здоровьем у голубей это да прямо в идеале получается для мозгов птицу надо гонять то есть только в небе птица может вот как спортсмен набирает опыта только вот на ринге количеством проведенных боев точно также голуби набирают опыта количество проведенных времени в небе вот помните вот по весне по моему был мусаси скорвали по моему бой дал оба панчерова там чемпиона мира ну мусаси за 2 с половиной минуты его вырубил почему потому что у него опыт это больше он ты видит лучше вот как вот я вчерашнем ролике показывал когда тетер пошел на крестовину а мне на крестовине чуть-чуть ни одного голуби то уже не было кого-то будет брать и вот многие ребята кто-то спускается у нас земли берут но если голуби не отличают хищника ну конечно у них будет брать я рассказывал у меня тоже самое было когда там покупал штук 300 еще штук 100 мне подарили из них всего три голубя оставил мне по пять по шесть штук с крыши там оттаскивал только подлетает голубь поднимается он его хап и ушел он его хап и ушел хап и ушел то есть такая птица никто с этим не спорю но вам же не такая птица нужно вам нужна птица для года то есть вот что вам надо да и значит по поводу вчерашнего разговора вот с артура да он говорит ну как от таких голубей не оставляешь себя это дорогие мои большое количество это большие проблемы даже вот я еще раз говорю да от этой голубки у меня одного птица нету от белого чубатого голубя у меня одного птица нету от черного чубатого голубя хотя вон птицы сидят вот двое здесь сидят вот один там сидит я пока себя ничего не оставляю то есть как бы ну есть у меня есть старая птица зачем мне ищут то есть как говорится от добра добро не ищут если у меня старая птица выживает зачем не молодых если будем гоняться за как говорится за двумя зайцами погонишься ни одного не пристрелить если я сейчас буду гоняться за каждым песку но вот это чудо я его оставлю на вывод это чудо на через полгода у меня уже будет 500 штук голубей и конечно в итоге я уже ничего не могу понять не смогу понять кто что почему то так я каждого вот знаю поэтому с количества голубей надо сокращать голубя обязательно надо сокращать оставить 15-20-30 штук максимум 50 у меня сейчас перебор хотя мне как бы тут штук 60 то что останется все остальное уйдет в стороночку то есть я себя этого оставлять не буду там есть некоторые экземпляры над которыми так буду экспериментировать посмотреть что как и почему а так конечно в итоге все это уйдет вся вот эта красота вот эти я себя оставлять не буду у меня останется тертые старые голуби вот такие вот такая вот эти останутся то есть те которые были старые вот они и останутся то есть как бы количество я не буду увеличивать хотя спрос обалденный на моих колумбей ну что мы сами понимаете никому я даже никуда не отправляю да то есть этот спрос не как было волнует не волнует другая тема чтобы у людей получилось и чем больше запоминаете будем мы гонять голубей в небе поднимать небо во первых появится очень много молодежи которые будут держать этих голубей заведут голубей они просто увидите понравится и они обязательно заведут и во вторых во вторых потери у нас будет минимальные как вот старые добрые времена когда всем миром поднимали голубей потери ты были минимальные хотя птица была намного как бы я не скажу что лучше элементарно да вот на данный момент мне птица в разы десятки раз сильнее чем было первоначально который я их принес первоначально если вот так я погонял каких я привез девяносто четвертом году где ни один бы не выжил мне понадобилось бы несколько лет чтобы довести до этого уровня да там мне помогало то что тогда все гоняли все миром гоняли николаевских и курских и тех и тех в общем там не как бы получилось защитить эту но опять же если никто не погонял бы вот как сейчас бы было так как вот я сейчас многим совету яку придержите на год на следующий год месяц прибавите на следующий год месяц прибавите вот она же как ребята хотят все и сразу они хотят за два это да там за полгода стать чудесными голубятниками так не бывает дорогие мои для хороших результатов нужно время поэтому я еще раз говорю все три проблемы уже раскрыты как перебороть все это это все есть моих роликах с вашей стороны если есть интерес открываете смотрите записывайте пользуйтесь делайте только не поленитесь то есть лениться не надо надо что-то сделать но я сегодня еще хочу вот этих ну раненую голубку я выпущу потом голуби его там он черный голубь двумя кольцами на ногах и вот этих двух детишек их них но с беда такими же кольцами как мать где они у меня где 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 ну короче вот этих четверых сейчас выпущу да вот больше конечно еще вот двоих вот который мне вот нравится из этих давно молодых вот этого шпигалетика выпущу и от того вот этого чудика тоже вот этот несколько штук лучше посмотрим сейчас пока на паузу поставлю поймаю и выкидываю друзья мои здесь поймал вот по этой голубки и по материнской линии и по отцовской линии значит это по материнской линии вот красную идет кольцом это по отцовской линии поняли кто есть кто второй черный это его голубь вот двумя синими кольцами на ногах значит это вот по ней дети их не одной ноги вот по него по 2 по голубь вот это она сама раненая но она бить будет даже в таком состоянии выкручивая это раненая голубка летать конечно она не будет сейчас недавно когда она ночью с крестами на спустилась из ребят они говорят в эту ночь поэтому так много бьет она так много бьет это вот та голубка даже в каком состоянии но это вот эти шпингалетики в таком состоянии вы видели каком состоянии да она голубка давай в клоуна сейчас посмотрим еще что у нас творится скорость ветра в Волгограде сейчас в Волгограде ветер юго-западный со скоростью 8 метров в секунду 8 метров в секунду 92 влажность и 59 осадка то есть еще хуже стало так но тут главное не переборщить мне чтобы одним роликом выкладываться так сейчас потяну максимально вот эти и вон двое наверху уже вышли вот представляете друзья мои даже атаки голубей на вывод то не оставляем маточник никого из этих не кидаем ну чудо я уже задумался может кого нибудь из нее оставить карка не пошла может и атака будет сейчас на паузу поставлю пока так друзья мои ну тут уже получилось 39 минут все уже на этом закончу вот они летают вот она реально высота их не видно ну все всем удачи да и как всегда двери открыты голуби уже выйдут в небо ну все всех благ всем и Продолжение следует...